всем привет с вами при сегодня вновь поиграем на птере 7 3 0 все также без изменений никаких билдов изменяющих способности таланты и добавление каких либо новых вещей контента не было а я тем временем сделал квест так надо написать человечку с которыми я сделал как говорится все сделал собрал и 50 этих осколков собирал действительно долго рарники очень неприятно разбросаны по всей этой локации по анто русским пустошам я только сейчас заметил это классное название во второе там точнее по первой локации так в которой я сейчас нахожусь она считается 2 на самом деле все это в чем разники эти имеют много хп 80 лямов то есть мне их соло тяжеловато сносить да конечно когда все это дело выйдет на живые сервера все это будет убиваться намного быстрее потому что желающих убить будет намного быстрее и вам нужно будет лишь только успевать цеплять всех ранников надеюсь рез них будет достаточно быстрый и все будет реально классно билизар позаботиться об этом вот один единственный моб есть один единственный моб есть которого осколки не падали этот лут скажем так он где-то вот тут находится надеюсь поправит аналогично и что еще заметил интересное через этот мост идти бессмысленно летят такие сопли скверны всплески скверны которые бьют вам ну ляма по два то есть ну у меня там мгновенно чистилище прокнуло то есть идти на тот мост вообще бессмысленно так мы получаем 500 валюты отлично а что по крестам а какие мне кресты дают дальше а а а а встретитесь с магни пристанище кроколов сейчас пойдем встретимся по еще один дк кайф но для начала я хочу видом купить мало ли может мне что-то прокнать интересненького мне хотелось бы что-нибудь купить у тебя а и как я уже говорил с этих вещей с этих токенов падают 910 вещи я хочу купить аксессуар вдруг не выпадет нестабильный чародейский кристалл я буду рад так да можем только один купить скрываем посмотрим что нам упадет и это девятьсот пятнадцатый стат стик с критом какая у него там приписка конфискейт конфискованный да то есть он отправляется на продажу я вскрыл ради теста все хорошо кристаллики эти валюта они с локалок некоторых даются с рарников и со вскрытием сокровищ на фармить их будет тяжко на самом деле так а мне надо начальную зону то есть если допустим 5000 осколковых там можно было под цербераксом фармить или что-то типа такого то тут как-то не реализовать это особо либо я что-то пропустил либо еще что-то добавят мы видно будет на самом деле я так поизучал маленько пообщался с людьми с некоторыми кое-что узнал для себя интересующим ну такое себе горит это надо видеть слышу шепот с самых пор как мы прибыли на аргус ясное дело что это не голос азерота две разные планеты еще бы ага активируйте священный камень чтобы вместе с в огне увидеть видение аргуса но пошли активировать его в ее словах азерот со мной говорит в ее словах ага 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 столик как при экзористе положил руку на камень поехали левый может правый кнопку на левый о привет ты кто это агромар который нам сапоги свои латные дает по кд саргерас что-то говорит а я без звука играю она вряд ли тут будет звук ну ладно как бы это ptr все равно когда будем играть на живой версии не забудем тут звук включить и все хорошо будет интересно он хочет нам показать как создаются легендарные его ступни ага вернитесь к турлеону ну давай турлеон пойдем разговариваем с тобой по поводу ближайших действий классные эти штуки на самом деле эти маяки по кайфу сделаны ага семья там точно ничего не делали хорошо ступайся на высоту судьбы ну давай только как расскажи мне пожалуйста это надо идти да то есть самому туда бежать хорошо побежали чем-то знаете сейчас под таким ракурсом вот этот маяк с которого я телепортировался сюда до того как я начал вообще по нему рассуждать где турлеон стоит то есть маяк рядом с этим турлеоном он как-то на значок дэста не похож или мне кажется скорее всего мне кажется это графическая галлюцинация сейчас бы 7.20 посидеть видосики записывать когда в рейде сидел и спать хотел часов в десять в одиннадцать мы же все таки убили госпожу санжин в мифике классные турлеон уже здесь будет да хорошо побежали а он там портается наверно говорит что то или нет молчит просто бежит а просто бежит ну и хорошо велен уже тут чё то делает квестики ух ты сколько много квестиков я наверно со времен классика таких больших количеств квестиков не видел ну как говорится как я всегда делаю эти квесты сначала я все юзаю потом я все убиваю потому что пока ты все юзаешь ты уже всех мобов понапулишь и пулить лишнего вообще не придется момент доступных целей так у меня в таргете моб чё делаешь там как метод вот шутники конечно сидят или может там и внутренняя кд какой-то да скорее всего типа я же вообще прям подряд захотел юзать а это птр тут так не работает тут какое-то время чего-то надо ждать а то это откуда вылез оп свиток какой-то так я его сжег получаем логический урон уменьшит на 30 процентов чё там говорит полагаться на оружие в бою с владыкой архимондом глупо полагаться на магию смерти подобно и горит секретар секретар между прочим между прочим это босс рейдового подземелья суда или адского пламени секретар вечный можете зайти там и почитать о нем что-нибудь интересненького из этого атласа подземелья может хоть уму разума научитесь далековато идти это мы друг от друга разбросали на самом деле это опять же сделано для того чтобы мы всю локацию пробежали насытились каждым закоулком этой локации нет это классно действительно так и дров осталось утонуть хотя лучше пока что трупов по прожимаю а по-моему даже таргет не обязательно он ближайшего воина освещает мне так кажется так напулю к мобов а то я что-то их вообще не напуливал пока бегал тут ну там мясник ходит что-то у него забав такой интересный кровотечение вызывают атаки кровотечение это тикало бы хоть что-то там одно слово только от этого кровотечения не более так ну и все сейчас поубивать мобов по освещать воинов и готово нет в принципе кресты не напряженные кресты легкие за исключением того креста по которому нужно собрать 50 этих осколков вот над ним действительно посидеть надо какое-то время и убивать конкретно рарников не в одной локации первичный допустим или вторичный а в обеих потому что как я правильно понял тут систему рарников получается так то что ты можешь убить только одного конкретного рарника ну допустим там псарь какой-нибудь или там ловчий то есть конкретно псаря ты можешь убить раз в день с целью получения лута с него как с рарника то есть для получения кристалликов то есть псаря раз в день там ловчего раз в день мясника какого-нибудь раз в день и все и вот так вот покелять их и крест готов я не думаю что конкретно одного моба можно по кд келять но это глупо будет я же то что сидел мучился в конце прошлой записи сидел голову ломал по типу того то что вот где же чё с кого дропается я же сам всегда говорю при таких ситуациях мол типа если квест не знаете где берется как его делать идите на вовхед но сам забыл о таком чудесном ресурсе что понимаете знания не в то русло работают богатые залежи внеземной руды чего ну-ка сейчас пролутаем их они копаться будут долго сейчас каст собьют скорее всего еще конечно а я вот так вот сделаю да и все даже квест какой-то дали интересный что там что-то на звездочки а вероятно с проливедом мелкие звездочки а а эти могут вы пришли надеюсь на ландикаре того кто научит вас правильно добывать руду из залежи эмпирита ну хорошо найдем а он то что за мной бежит это откуда вообще мобы лезут алло тим че по кайфу за мной бегать что ли я единственный тут хожу что ли сейчас через мою лужу проведет они нагрятся нет самое главное что я маунт успел остальное меня не волнует а да надо бы еще этот токен вскрыть на демон хантере вариант ну я создал так ради развлечения демон хантера просто по оплоту попрыгать и не более ну вот этот этап я получил сундука за выполнение четырех локалок на этом континенте так аппешечка еще раз добыть да ну ты серьезно опять 3 креста ну хорошо так и быть ну эти уже кресты полегче щадящие скажем так что самое интересное взгляните 46 уровень знаний почти 60 миллионов увеличена накапливаемая сила артефакта на живых серверах в текущий момент сороковое знание всего лишь 4 миллиона то есть скачок в 15 раз 6 знаний это по факту 6 недель классно так а что у нас за квесты нынче я их взял и особо даже не глянул ага надо юзать центральные вот эти вещички у меня что-то продамагивает сейчас мне вообще смешно не застрять бы тут в шпилях этих все таки не завара играю выпрыгнуть смогу так то там леди госпожу убить сейчас всех поперебью при условии что они уже мертвые ага а люди играют люди качаются тут тоже там хотят увидеть горн света и пустоты или как он там правильно называется тоже хотят с ним повзаимодействовать о так сразу я дропнул этот сердечник да ну не быть такого не может это какое-то колдунство чтобы я что-то быстро дропнул да ну не а чё она тут делает сосёт а ну хотя нормально госпожу убил осталась леди хорошо сейчас и ей займемся сейчас сейчас бы к священным водам приближаться когда это скверно ну хотя для демонов это и есть священная вода так то если подумать ну они же фанатичны своей идеей поэтому такие выкрики всякие идут а туда же сдавать квесты хорошо вы просто не представляете какой это кайф делать вот эти быстрые квесты за место того квеста на 50 осколков серьезно вы убиваете рарника и вам дропает этих осколков от одного до пяти дольше реально бегаешь чем убиваешь этих мобов хотя их убиваешь относительно долго ладно хоть иногда люди бегают мимо и некоторых рарников нужно убивать по локалкам а люди заинтересованы в этом и локалки делают с целью получения всяких ништячков и то хорошо дайте мне еще цепочку квестов пожалуйста какую-нибудь легкую незамудренную только я прошу о у меня будут показаться в этом маунте отлично на халяву да ну быть такого не может какие-то кнопки измененные не ничего а я просто лечу ну все полетели на фулл экран открывайте и радуйтесь жизни ох ты это что такое тут ох ты ема так читаем наносит урон а а а а а я ничего не понял но поехали да ладно шучу я все понял что я тупой что ли хотя кто-то может сказать что да а а я думал типа это как отрыв работает фиг там был а это прыжок просто все понял хм это как это ммм божественная звезда у крестов раньше была а ты кидаешь и она хилит дамагает впереди а потом еще к тебе возвращается кайфовая вещица на самом деле вспоминаю былые времена а а у меня щиток не пробьют а ну там получаемый урон уменьшен и реген идет все понял хорошо а портал так закрою сегодня отлично а тут тут еще всякие привлекательные кучки мобов есть о это мобыль для меня абсолютно верно все отлично ох ты как все серьезно гарнизон крепости обречен слава гарнизону соседи услышали что я ору летят ко мне так а я так же то есть на голями бегу кайф видите да при прыжке у него такие еще ангельские крылышки сзади появляются стоит колдун делает колдунство сейчас не будет делать колдунство что-то на мак у него мало для мне кажется скорее всего мне кажется а что голема моего убил ну блядь ну все ангельские крылья а а а а и а и 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 Быстренько выбегаем. Как же на самом деле хорошо, что я ДК создал инженера. Я как будто знал, что этот класс будет относительно немобилен. Сейчас какие-то дополнительные локалочки должны открыться. Посмотрим, насколько их будет много. Полезные ли они там вообще будут? Видосик? О, это я, короче. Там летит что-то, метеорит. Оба-на. Здорово. Ну, это просто эпично. Ха-ха-ха-ха. Да, это было классно. Мне понравилось. Так, локальное задание в крепости. Хорошо. А у тебя какой крест? Почему я его не сделал? А, это на убийство последнего босса в рейде. Хорошо. Завершить. Хорошо. Так, это... Какая-то способность или что это? Я что-то не понял, если честно. Я что-то взял, и я что-то не понял, что я взял. Ладно. И где мои локалочки? А? А? А, похоже, я их не получу. Увы. Так, ладно. Там надо какой-то крест сдать. А, это кусок эмпирита. Его, конечно, можно было бы и не сдавать. Но... Лучше сдать. На самом деле. И все, то есть. Первая звездочка, да? Угу. Возможность найти редкие материалы в залежах эмпирита. Какие же интересные. Камни, что ли? Да, но быть такого не может. Око-пророчество. Ой. Око-пророчество. Это же что-то знакомое. Какой-то знакомый итем, на самом деле. Так, мне надо... Мак-Ари. Это уже третья локация. Отлично. Сейчас посмотрим, что там происходит. По идее, как я смотрел по скамешотам, это самая красивая локация. Самая такая относительно незагаженная скверный. По-моему. А может, самая загаженная, наоборот. Ну да, то есть. Вот она цветет. Такая... Все классная. Демонов почти нету, наверное. Вот. Ну, чем-то так Сурамар напоминает. Макари, жемчужин. Ну... Я, в принципе, все сказал об этом. I am ready. Ромул. Не переведено еще. Это просто... Не думали, Близзард, что русские игроки так далеко зайдут. Говорили... Чего говорю дальше, Велин? Рассказывай, что дальше. И кто бежит? Дренея? Угу. Опа-на. Оскверненные дренеи. Шестером. Против армии. Ну, отряда, ладно. Понятно, короче. Как же много всяких спецэффектов интересных. Что, килл джетен? Мы же его убили. Вот я тоже говорю, что-то не так. Мы же килл джетена убиваем, верно? Ну... Так, какая музыка здесь играет? Играет ли вообще здесь музыка? Мне интересно. Ну, так-то звуки включены. Музыка тоже. Музыка. Ладно. Пускай, если заиграет, то заиграет. Если не заиграет, ну, ладно. Сду. Тоже что-то знакомое. Есть какой-то итем, связанный с ним, по-моему. Аргунит. Кейстоун. А, для мифик плюсов, что ли, сейчас кейстоун найдем? Все, отлично, давай. Это мое, это я умею. Ага, украденные ядра. Хорошо. Сейчас популям это дело. Угу. Угу, собаки вешают фирм. Надо запомнить. Хотя я мог уже давно семерочки снести их, ну да ладно. О, ну хотя бы два упала из трех уже, хорошо. То есть такой средней пачки, на самом деле. Починка раз. Починка два. Это зачем мы вообще делаем? Это есть описание? Оборонительная система арены. Все хорошо. Делаем, чиним. Я просто что-то призевал момент, для чего это мы делаем. Я так заметил, мобы любят пулиться при условии того, что они были загрены даже не тобой. Это весьма интересно. Что-то хп у него многовато. Мне кажется. 40 лямов. Не 15, не 20. 40. Не, мне-то ладно, я убью его спокойно. Я выжру, все классно. Просто он долго пилиться будет. Кнопку я слил. Хотя тут арденинс есть. Поможет мне. Максимум, чем он мне поможет, это разгоном хп этого моба. Не более. Максимум. Максимум. Те. 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 Продолжение следует... Так, хорошо. Самое главное лишнее ничего не популить и спокойно эти крестики сдать. Раз. Два. Три. Так, говорит, почините. Надо куда-то вниз там залезать. Понять бы, где этот вход. Он, по идее, вот здесь. Отлично. На инстинктах просто понимают, что где находится. И все. И тени пропадают. Ну да, сильные, конечно, диалоги на самом деле. Так, путь вперед, принять. Все, принял. Так, а где маяк ставить? Подожди, потерялся. А, он сам его поставит. Все. Юзы. А мне-то куда идти? А, все. Делается. Что я нетерпеливый маленько. Мне его сдать надо было. А я улетел. Пытаюсь как можно больше контента за короткий период времени показать. Получается, что-то как-то не особо классно. И че? И как мне теперь туда попасть? Так, что можно придумать? Можно придумать, персонаж застрял. Нет. Не прокатит. Так, я могу. Нет, я не могу. А может там открыто это самое? Дверца? С которой я могу вниз улететь? Ммм, нет. Так, что можно придумать? Ну, это мой косяк. То есть, это я неправильно сделал. Ммм. Я думал, fly mount какой-то есть, навигационная панель. Иконка такая же, в виде сапожка. У меня должен быть порт туда, по факту. Ладно, отменяем крест. Будь что будет. Поздравляю, приевы, аутист. Вы запароли ПТР-цепочку. Я и не с такого выбирался. Подождите. Да, нет, не выбился. Дебил. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу А, типа я баф меняю, да? Мелочь просто, если я это возьму. Пум-парам-пум-пум-пум-пум. Пум-парам-пум-пум-пум-пум. Так, если портнуться в другую локацию, по идее, Велен там должен стоять, и он шарнет мне квест. Это по-хорошему. Давайте попробуем. Да, он есть здесь, но нет того квеста, который он дает мне в той локации. Как мне попасть в ту локацию? Я бы решил это через инст, если бы кто-то инст собирал. Никто его не собирает. Сейчас, сейчас придумаю что-нибудь. Помощь. Персонаж застрял. Надеюсь, что меня портнет на ближайшее кладбище именно в этой локации. А, нет, меня портает в Пандарию. Привет. Прогружать это бессмысленно проще, намного проще просто перезайти в игру. Я и не из такого выкручивался. Сейчас что-нибудь придумаем. Почему вообще можно было юзнуть портал при условии, что ты не сдал этот квест? Ну, типа, нет бы сделать так, что, допустим, игрок может использовать маяк при условии того, что он сдал квест. Никак не наоборот, как вот у меня сейчас получилось. А я поторопился просто. Я поймал себя на этой мысли 15 секунд назад. До того, как я еще прожал этот маяк за хейлев квест. За 15 секунд до этого я уже себе сказал, что-то я тороплюсь. Поторопился. Привет. Что, как, нормально загрузку смотреть, пацаны? Девчонки. Я тоже думаю, что классно. Ну, такое, типа. Качественный контент. Я бы его, не отрываясь, смотрел. КД бы. Ага. Почему я говорю про шри логан? Да потому, что она не прогрузит. В этом я уверен. Да уж. Кадилка лучше. Получилось, как всегда. Только я так могу. Так, сейчас она там маленько вылетит. Скорее всего. Сейчас будет твориться полный хаос. Это я сразу могу сказать. Просто в текущий момент у меня открыто 3 окна ПТРа. Один, который видите вы. И два других. Я просто в надежде на то, что прогрузится хоть какой-то. Вот. Ну, хорошо, окей. Допустим, одну я уже закрыл. Второе текущая, которое вы видите в текущий момент. Она уже должна была закрыться. По-хорошему. Зона закрылась. И открылась новая. Все, отлично. С этой проблемой, допустим, я справился. Но с проблемой квеста мне еще самое главное это разобраться, конечно же. Как же без него-то? Без квеста я никуда. Мол, типа, я даже не могу юзнуть сюда портал. Как бы есть, но его как бы нет. Дебил. И ведь альтернативы никакой даже нету вниз попасть. Ну, допустим, ну, случилось у тебя что-то при прохождении квестов снизу. Пока ты делал, там, вот эти души лутал, там, прочие всякие моменты делал. Ну, случилось что-то, да? Ну, такой какой-нибудь форс-мажор. И чё? А вот и чё ты сделаешь? А всё, ты ничего не сделаешь. Я думаю, мало ли, может, я найду какую-то лазейку вниз. Может, я найду какой-то альтернативный путь вниз. Мало ли. Я ищу, я пытаюсь что-то найти. Чё-то всё безрезультатно. Так. Может, самому в инсте собрать? Чтобы меня суманули. Так-то идея хорошая, на самом деле. Ну, там, там чё, палатка какая-то? Подождите. Азерот, кстати. Это он там, велен, стоит где-то. Ждёт меня. Не дождётся. Ага. Как-то сильно нагружено всё это дело. Очень. Блядь, Элидан, братишка, отвези на крыльях куда-нибудь, пожалуйста. Подождите, может, Ромул что подскажет? Как-то скажет. Ну, вот! Ромул! Слава гарнизонам! Не зря я тебя к себе в гарнизон взял. Молодец. Давай, ставь свой маяк. Всё, я жду тебя. Старый велен. Ничего быстро сделать не может. Точит, всё поставил. Давай, я юзаю. Видишь, я юзнул. Не ты, я юзнул. Понял? Ну, согласитесь. То есть, это было просчитано, на самом деле. Я вот всех обвинил, кого только можно было в этой текущей ситуации. А на самом деле, просто надо было голову включить. Я редко это делаю. Так что, увы. Увы. О, крестик какой-то. Маяк озарённых. Центр города. Я не знаю, основная ли это цепочка или нет. Но это надо будет сделать. А что-то, знаете, мне кажется, по поводу... Да, я уже десятый, наверное, раз говорю о 50 осколках, которые очень классно собираются с рарников. Я так, знаете, я думаю, сижу. А это была, кстати, не основная цепочка. Касательно 50 осколков. То есть, я что-то побегал-побегал, и мне дали квест на магний. Ну, того дворфа, который в камне стоял, когда показали самую первую сценку. Вот. То есть, этот квест у меня ещё был до сдачи 50... Кристаллов. И я так подумал, что упарываться в эти кристаллы особо... Ну, типа, не стоит. Но я ещё... Я ещё обдумаю и подумаю это. Подумаю, надо. Этой... Умыслью. Кстати. Что-то хочу глянуть. А что хочу... А, вот. Какой сундук дают, интересно, Заличёвские инсты? Сундук с окружающими скоперами. Старый получается. Я так просто читаю. Иногда гельчат там что-то интересненькое линкуют. Вот. И думаю, мало ли. Может, что-то классное увижу. Не, ну всё. Опять же бывает. О, кристаллик какое-то усиление. Сейчас как съем его, и меня убьёт. А нет. На 7 урона величина 15. Отлично. Ну, а ранников мне уже и ни к чему бить. Я уже набегал их. Поубивал. А у меня, понимаете, у меня паник. Это то, что я вниз не мог вернуться к Велину, сквест ему сдать. Я уже думал, всё, я зафейлил. Не будет, думаю, больше ПТРа. О, 20 валюты дают. Это очень много. Я рарник, а от него убью, мне больше дадут. Кстати, где тут рарник? Непонятно. А, так вот же он. Она. Что, будем мы её убивать? Не будем, пускай живёт. Так. Что нам нужно по крестам? Проводники энергии стабилизированы. Хорошо. И полупереваренная магия. С кого она дропает? Сейчас животных каких-то по-любому. А, ну да. Пантара-манаед. Знаете, мне всегда нравилась вот эта тема, то, что Близзард очень ловко изменяют эти стандартные названия. Мол, типа не крокодил, а там кроколиск, допустим. То есть, ну, такие вот моменты всякие, мелочи на самом деле. А всё-таки на это тоже какая-то фантазия тратится. Тоже некий труд. Ох ты, тут ещё кто-то есть. Надо тогда успевать мне хотя бы разок, по-моему, ударить. Иначе я лутонуть не смогу. Раз, два, три, четыре, пять. Так, дай-ка я его себе в группу заинвайчу. На всякий случай. А, он принял даже. Отлично. Ну, чтобы ещё дополнительно юзать эти проводники. Хотя он уже их все проюзал. Что он быстрый какой-то слишком. Я-то думал, что он сейчас будет юзать эти проводники, и в итоге мне будет засчитываться. А он же, оказывается, всё успел попеределать. Ну и ладно. Сейчас всё равно следующие квесты нам дадут такие же. Друг с другом. Я же опять его заинвайчу толку налевал. Сагрился, да? Хорошо. 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 Нет, соло мне не по приколу, конечно, рарника бы этого бить. Каладин бы подключился, я бы с радостью его убил. Рарник бы этого. Ну, знаете, я как будто в какой-то отдельный мир попал на самом деле. Я читаю чат гильдии, и вообще не пойму, что там происходит. То есть, если, допустим, читая русский текст, ты хотя бы можешь уловить смысл, если потерял ход мысли, то тут вообще без вариантов. Так, ну всё пробудился, засчитай джеквест. Поговори с дозорным. Поговори с дозорным. Учитель Архимонт создал особое испытание для проверки претендентов. Учитель Архимонт. Между прочим. Приступим. Испытание упорства, испытание хитрости и испытание искусности. Ох, сколько мобов там переубить надо. Ну, хорошо. Я аж справлюсь. Хочу с того бокового креста для начала начать. Ох ты, ё-моё, это что-то прожимать надо на память, да? Сложно. Так, чё говоришь? Двое откроют к сокровищу путь, а трёх, коль коснёшься, о них позабудь. Ага. Ага. Хорошо, давай покрутим пока что, не используя мозг, как говорится. Смотрим, что из этого получится. А мне красная метка. И что? Типа... Типа... Сочетание цветов. Всё просто. Так, зелёный, да? Знаете, в детстве смешивали краски? Вот, аналогично. Так, а если прожать все три? Я суициднуюсь? Ну-ка, давайте, ради прикола. Раз, два, три. А, и как сбросить теперь? Я могу уже сбросить эти дебафы? Или всё, я провалил квест? Так, ладно. Поделаем пока этот квест. Я надеюсь, что эти метки сбросятся. Или реально надо суицидную сабу что-то, чтобы метки пропали. Не знаю, висели бы в виде бафа какого-то. Истекаемого. Не, ну хотя описание по, типа, то, что... Ну, типа, используешь три, и о них позабудь. Типа, чё, всё, провалено, что ли? Да нет. А, вот всё пропали, кстати. Не пропали, в метке. Или просто надо переюзнуть, может быть, повторно. Сейчас что-нибудь придумаю. Я и не из таких делов выбирался. А, он его защищает. Я могу дать ему стан? Да, я могу дать ему стан. Всё, посиди пока там, пока и хуй. А я поклеваю через основную цель. Ох, ты, кто-то бьёт рарника. Надо будет присоединиться. Только после того, как убьют свою цель основную, конечно. Мне абсолютно без разницы, кто ты. Давай, засчитывайся мне в квест, и я буду рад. Всё, пойдёт. Ой, нет, я потом прибегу. А в итоге я, короче, вообще опоздаю. Запомните это. Так, а там у нас какая-то фиолетовая метка. Ну, наверное, надо переюзнуть просто. Я так думаю. Так, стоять. Вот всё, я получил зелёный. Так, типа подбегаю. Типа сбрасываю. Надеюсь, что типа сбросил. Нет. Надо просто повторно кликнуть на этот столб, баф которого ты хочешь отменить. То есть, если хочешь отменить жёлтый, то повторно кликни по жёлтому. Чё это за эвейды? Он что-то лосает, что ли, ещё? Да, ну успокойся, что ли. Ты танк-медведь. Ну, 20 дали валюты. Я за квест только же сейчас получу. Кайф. А, да, ещё одно же испытание. Точно, я мог забыть про него. Так, сколько там уже? 59 минут идёт. Ну, хорошо, ладно. Я доделываю этот квест и выключаю запись и иду спать. Да. Да, я желаю начать испытание упорства. Я играю в противоволожном крае этого строения. Попробую не умелить. Удачу. Ничего. Так, дайте мне понять, что это такое. Я не вижу ничего сложного. Смотри под ноги. Ага. Даже сейчас? А, то есть мне сейчас наверх ещё надо идти. У тебя, говорит, получилось чудно. Ещё бы. Сопытание окончено. Так, потому что я не могу не продолжить. Хе-хе. Неплохо. Ой, чё-то я многовато, мой бог. Ладно, хоть я в танке, они меня не сбросят с маунта. Это хорошо. Раз. Раз. Два. Три. Видите Архимон и заберите у неё печать. Так, пошли. Я не усну, если не убью Архимонда. Всё, я пошёл. А как забраться туда? А, всё, нашёл. О, Архимон. Ты сам вообще ученик. Ты там в цапе сдох от нас, маунта мне отдал. Разок. И сейчас во второй раз так же люлей отхватишь. Всё нормально будет. Так, это что такое? Лучики. Это я люблю. Войдики. Это тоже хорошо. О, а вот этот паладин. Я его опередил. Чё самое интересное. При условии того, что я нафейлил один квест. Ну, с детской раскраской. Награда, говорит, твоя. Ну, а где награда-то? Давай её сюда. Там есть какой-то основной проход. Я, похоже, пошёл через этот, через запасной, скажем так. Да когда вы мне дадите этот тигель света и пустоты вообще, алло? Я хочу тигель. Мне можно получить мой тигель? Я хочу релики апать. Гнёзда, точнее, для реликов. Алло. Так это он, наверное, и есть. Тёмный осколок. Да? Да нет. Ну да, тебе ударка веки. Давайте-ка послушаем, чё он нам расскажет. Ага. Ага. это типа отражение вторжения тут локал очки что у меня по валюте 577 ладно инженерка ну-ка в инженерке хоть я и делал там по профессиям первичный обзор мало ли можете еще интересного добавили ну генератор червоточный окей че еще да все ничего более почему тигель ты недоступен я взял этот темный уже осколок чем проблема почему это велен алло дай . вторжение зачищена я не думаю что есть какая-то разница по типу того где зачищать что зачищать поэтому я чищу ближайшие ближайшие ко мне это вот это вот так что я побегу к ней это что там это кто ты кто зерги летающие нормально вот тут кстати хорошее количество равенников и они относительно близко друг другу и смотри и каждый человек бьет своего моба я могу сделать им приятное я могу сделать кому-то приятное на самом деле это весьма весьма классно и как-то бы вообще я бы хотел всех этих трех мобов свести но увы большой рейндж друг от друга не позволяет мне это сделать но но я могу извлечь все для своей выгоды как всегда и убить всех трех теперь я думаю этот умрет быстрее а тот умрет одновременно с этим так что увы только 2 там другие сейчас просто не понимает что происходит скажут ты чё делаешь мой мог куда ты его тянешь ну если я сделаю так скорее всего тот человек не успеет убить но одновременно что я и сказал ладно 2 мама при том что я просто пришел к нему и чуть-чуть побил абсолютно чуть-чуть это классно халявная валюта никогда не помешает сколько там ее уже набралось о 615 точка втажения зачищена так то есть я подхожу юзу портал а имя куда-то портает ну-ка давайте-ка рассмотрим точка втажения боних и что мне тут надо делать я в каком-то лесу мне страшно тут какой-то туман который кидает на меня паралич и дамагает меня а еще меня выбрали целью уничтожения тут подобие церберакса и еще какой-то а паладин давай все иди ко мне обратно тут есть или дарит тут есть мобы тут есть портал я юзу и портал и что я влезаю обратно чего еще происходит в этой игре опа что такой секретный прямо прямо написано секрет у гарри чест почему его юзу не могу ладно паладин тоже не понимает что делать так хорошо попытка номер два я захожу в портал окей может я чё-то не понимаю я не вижу ни одного вражеского моба чтобы очищать эту точку вторжения я вижу дружественных мобов я вижу нейтралов может надо с кем-то поговорить нет ну тут стоит пяти лидаре нет это выходом считается может я могу пробежать дальше нет ну тут тут все тут невидимая стена тут как бы это завалом считается младен уж тоже думать может мало ли может можно пропрыгать может надо что-то как-то скомбинировать я не знаю типа в облако с уничтожением чё надо вообще может куда-то пробежать перебежать надо нет стена могу загреть могу иди сюда а не пройдет ко мне потому что опа наруты какие-то так ничто там дамагает а фридом у меня кину вот и вот эти деревья как-то подозрительно для меня выглядит может с ними можно что-то сделать интересного может нужно просто почистить эти зоны паралича нет нет вообще не понимаю тут какое-то должно быть взаимодействие тут я не знаю мобы какие-то должны быть но это по-любому может это конкретно именно эта точка багнутая может другие не багнуты хорошо мне мне что-то стало интересно очень интересно стало вот с этими точками вторжения я что-то слышал по поводу того что хотят сделать аналог этих как они называются нефалемских порталов конкретно в варкрафте типа это как раз таки будет являться этими порталами но я не понимаю откуда брать мобов которых можно убить я вот этого и вот не понимаю где их брать в таком случае я портнусь долларан из долларана портнусь в первую локацию из первой локации уже будем думать может пойдем в другую точку вторжения может конкретно это не работает может они все не работают я вот это вот хочу понять но тогда к чему делать квест если она не работает какой в этом смысл и у меня до сих пор не разблокирован тигель я хочу тигель я хочу сделать вам видос по тигелю мне нужен тигель я получу свой тигель или нет мне хочется его поскорее если честно мне самого даже интересно но он не самое было лучшее решение у него портится конечно он должен прогрузиться зона активная поддерживаемая для игроков так что минуты точно должно прогрузиться давай синенькая полосочка грузить быстрее я тебя прошу спасибо раз паладин скажет вот дурак заинвайтил меня и киданул цель в паладине я не специально а да гаечный ключ зовет это скорее всего квест по инженерке но давайте так чисто ради прикола глянем его может что-нибудь интересненького там есть наблюдается а сейчас бы еще мобы прогрузились ах ты ничего себе ты хочешь чтоб я твою фигню какую-то поносил про юзал не сама как-нибудь до скорого что таки хочется а ну это вот схема генератор червоточный аргус дается за этот крест такая вот легкая не прогрузка а на самом деле кайфовая если честно а 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 час так ну давайте побежим туда ту точку war light and shadow я сегодня видел как человек гильдии сделал это достижение по факту она выполняемая и как тут опишать и то есть тигель открыть можно по факту на деле я не понимаю как его открыть вот я что бегу-бегу бегу-бегу а зачем мне портал а как мне пробраться сейчас если я запрыгну вот сюда ниглятор конечно это не самый лучший маунт для таких прыжков но попытаться можно нет не самый лучший действительно азарт еще хуже а там кроме него что ничего не осталось и аннигилятора похоже что да сейчас сейчас я сейчас я что-нибудь придумаю так теперь я могу пробежать вот здесь хорошо и юзаем планер по-любому тут есть какой-то обходной путь просто мне лень через него идти окаменевший лес ничего себе красивенько так не мог но знаете этот вариант прохода меня тоже весьма устраивает то есть если понять на какие камушки сам прыгивать то все классно так давай давай хотя бы тут какой-то экшен предоставь о какой-то уже вражеский элитный мог есть интересный ну и что украшенная или украшенная или украшенная так и чё ну стою я подожди чё пишет квест демнадержимый день захвата всей селены слишком слезы и силы кэнсер оточились на броня аргусе нанесем в других мирах про исчезающих отражений на аргусе покажи легиону что нет такого места где могли бы украшать смерти опана а тут крест какой-то интересный а я его пропустил а рейн форс это что-то ну форс это кузня что туда связано так что к наверно надо тот крест делать что этот крест мне кажется он не из основной цепочки как-то эти разбросы крестов непонятки где основные где другие цепочки они дезориентируют немного это весьма печально окей ап на артефакт и портну с долларом и сниму азарта с избранных маунтов не достоином там быть ну по крайней мере в моем списке так все апнул отлично так и все теперь можно портнуться в долларан из долларана также в маяк условие того что у меня портал пропал как вам такое я думаю это киберспортиве вот а уже из этого корабля из этого корабля портнуться во вторую локацию взять этот квест и посмотреть что нам предложат по квесту если что-то близкое надо делать а я уверен что что близкое дадут к этому тигелю это же я мне всегда везет как я вообще заметил что там есть квест пойми есть квест пропал еще издеваешься что ли или чё сейчас я что-нибудь придумаю тихо уже был квест или это у нас коллективная галлюцинация так хорошо спросим гильдии я чё зря и зря сижу что ли такой вот самый простой вопрос не спешу они откроют описание квеста и у них будет все по-английски написано так что все норм типа не работает тоже да говорит окей зайдем посмотрим это что типа долина призрачной луны ну что-то что должно произойти я должен ходить ну что-то какой-то звук там я не знаю музыка какой-то пердеж должен быть магический но серьезно что-то должно быть ну вот корабль этот подлетает ну а чё толку то с него то что он подлетает ну вызови ты мне могов давай я их поперебью всех засчитаешь мне квест я пойду во своясе в чем проблема чё ты летаешь там сидишь подробно хоть бы не спаси сохрани на почту там что-то написал что-то написал Короче, я не знаю, я буду разбираться с этими квестами, я буду думать по поводу этих квестов, очень грустно то, что я до сих пор не открыл тигель, очень грустно с того, что квест, который я вроде как увидел, то что его можно взять, он просто-напросто пропал, это как-то весьма все печально. Ладно, всех вам благ, счастья, как говорится, здоровья, всего хорошего, до скорого, надеюсь то, что в ближайшее время я открою этот тигель, уже самому не терпится, если честно.